Всем море привет, дорогие друзья и гости моего канала, я Нептун, и мы продолжаем приходить в Пони Айленд. Друзья, у нас здесь опять головоломка-загадка. Мы здесь и остановились. Напомню, кстати, что мы уничтожили два ключевых главных файла из трёх. Чтобы нам отсюда спастись, нам нужно уничтожить три файла. Да, и, видимо, победить этого злого демона. Но, тем не менее, наша задача текущая, это пройти эту загадку. Давайте думать. Во-первых, мне нужно сделать так, чтобы нажать кнопку, да. В общем, давайте будем, уберем эту фигню и сделаем эту фигню сюда. И что мне это даст? Ну-ка. Нет. Здесь нужно, видимо, телепортом её подхерачить. Ну-ка. Так. Телепорт сюда. Нет, подожди. Вот эту фигню уберём. Телепорт сюда, потом и сюда. Ну-ка. Всё, теперь. А-а-а. Хе-хе-хе. Твою мать. Это не так-то просто. Теперь сюда. А, не хватило одной. Подожди, бро, ты не так-то просто, блин. О, да. Хе-хе-хе. Получилось. Фух. Там, в общем, была загвоздка вся с телепортах. То есть нужно было правильно поставить телепорт. И не знаю, мне надеюсь, это получилось. Так. Что-то... У меня выросли крылья. Демонов. Почему? А почему крылья демонов? Я же миленький такой весь... А-а-а. Не заметил. Я же такой миленький весь розовый пони. У меня были крылышки такие розовые. Какого хрена? Почему у меня крылья теперь демона? Походу, дело, две игры между собой пересекаются, да? То есть наполовину это миленькая... А-а-а, меня убили. Миленькая игрушка про розового пони. А наполовину это наш привычный темный и криповый пони Айленд. Да? Глаз. Глаз появился какой-то. Видали? Там был глазик. Ммм, эпик. Ну, в общем, давайте пройдем это место. Может, надо на глазик нажать успеть? Твою мать, вот это жесть. А здесь что делать? Их нельзя убивать. Как бы. Все, они пропали. Ну, здорово. Еще и шамана этого не хватало. А-а-а. Чуть-чуть не пропустил. Давай, сдухни, шаман. Здесь ловить нечего. Вот так вот. Правильно. Мы уже почти прошли. Так непривычно, что музыки нету. У дерева не с головой почему-то. Все, я прошел уже, хватит. Что происходит? Ладно. Остановись. Ты уже прошел веселые уровни. Окей, ладно. И что делать? А нужно убить эту бабочку, да? Так, окей. Что я сделал? Эй! У меня игра залагала. Я не могу управлять. Открытое достижение. Ты убил Луи. Это был Луи. Но я его не хотел убивать. Я убил бабочку, а не его. Какого хрена? Надеюсь, он был плохим персонажем. Потому что я не хотел бы убивать добрых персонажей. Ладно, давайте нажмем сюда. А, вот уже привычный нам ключик, да? Привычный нам ключик. Что нам нужно сделать? Чтобы победить, нам нужно, чтобы коробб был больше 666. Число зверя, да? Блин, твою мать. Мне просто причем здесь черная зона, которая мне мешает. Я полагаю, что здесь мне поможет сила монтажа, ибо мы такие вещи будем очень долго проходить. Давайте поможем мне. И мне, и вам, конечно. Да, получилось. Фу. Опять же телепорты. Итак, что мне можно здесь сделать? Я взломал комп. Видимо, дьявола, да? Спаси наши души. А что это за глазики? Поврежден файл. Это тоже поврежден. Есть мессейджер, а есть утильгенпортал. Какой-то? Что это такое? Ой, я создал портал. Видали, друзья? У-у-у, круто. Так, у вас новое сообщение. Так, другого выхода нет. Найди Пони Айленд и сыграй в нее. Я открою тебе портал при первой же возможности. Возможно, стоит проверить профиль повреждено. А, подожди, я это читал уже. Я это, блин, читал. Так, ладно, скройся пока. Потому что портал надо успеть нажать. Что? Почему не нажимаешься-то? Может, нужно в особом месте это сделать? Хм. Он защищен. Ну-ка, здесь. Нет. Хм. А как тогда мне сделать портал? Повреждено. Ну, а как выйти, допустим, из этого рабочего стола и зайти туда? Так, мессенджер. Почему у меня есть новое сообщение, но не могу ничего сделать? Ну-ка. А, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва- как ты тысячи. Они не пали перед Люцифером и не путанули в своих криках в преисподней. Но все они оказались в ловушке. Кто-то застрял в головоломке, кто-то на уровне. Ты разрушил два основных файла из трех. Если решишься, я помогу тебе найти третий. Я решился. И что? Это корзина. Так а где она? О, появилась корзина, друзья. Там ты найдешь старые версии Пуни Айленд. Он создал эти версии, а затем избавился от них. Покопайся в этих выброшенных играх. Найди мне место для запуска портала к последнему файлу. Найти место. А, ну все понял. То есть я не могу запустить портал, потому что что-то мешает. Мне нужно найти место. Ну как корзина, так поврежден. Не могу взять Пуни Айленд 3D. Старая, видимо, версия. А это что? Какой-то демон запустил. Зачем? Надеюсь, я это сделал не из ряда. Эй, уди, 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 звездочка. Ты проклятая лайпинтограммка. ИП Люцифер. Круто. Это, видимо, какая-то старая версия Пуни Айленд. Очень жестокая и дьявольская вовсю. Настройки. Не могу зайти в настройки. Давайте начнем игру. Ух ты. Этот пони может бегать? Вау, круто. Это бегающий пони. На двух ногах. Круто. Ну давайте пройдем. Может быть, реально что-то это мне даст. Мы должны пройти. Это что? Это злые маленькие пони. То есть, большой злой рогатый пони. Дьявольщина какая-то. Пони Люцифер убивает обычных пони четырех ногих. За которые мы играли раньше. Причем они единорожики. Маленькие белые летающие. Нет, не белые, вру. Но они единорожики. То есть, это игра про Люцифера пони. Здорово, конечно. Так, тихо. Уу, тихо-тихо. Держись, чувак. Нам всего лишь нужно немножко пройти. А вот и победа. Ну-ка. Что мне это даст? Успех. Так, ведите душу или души, чтобы играть за пони. Открыть портал здесь. Вернись на рабочий стол. Попробуй войти в другую игру. Так, то есть, видимо, это не то. А что за PI Text? Видимо, еще какая-то игра. Только очень старая. А, Pony Island Text. То есть, это, видимо, текстовая версия, да? Темнота. Мерцание. Жирная звезда гравируется пыльным на пыльном экране. А снизу надпись SystemTech Incorporated. Продолжить? То есть, это все то, что мы видели раньше. То же самое менюшка. Только это все текстом написано. Да. Появляются привлекательные меню. Два красивых пони находятся по бокам. От надписи Pony Island. Кнопки в меню выглядят многообещающе. На одной из них надписано начать игру. А затем настройки. И напоследок титры. Ну, это я знаю. Ты мне просто тупо описываешь меню. А, видимо, начать игру надо нажать, да? Окей. Ошибка. Может быть, большими буквами? Вот так. Что значит ошибка? Иди ты нахер. Ошибка. А что нужно сделать? Хм. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Буду спамить. Увеличение. Ну, вы поняли, да? Что я хотел написать. Так, и всё. А что мне делать? Что тут? Ничего нельзя нажать. Может, выход нажать? То есть, всё. Я тупо здесь застрял, да? Может быть, настройки зайти? Ну-ка. Обширный набор настроек отображается перед вами. Сглаживание. Весёлое прикрытие. Дополнительный ГСЧ. Бесплатный билет. Физика пони. Почините главное меню. Внутренние покупки. Ммм. Бесплатный билет. Круто. Я его получил. Так. Сглаживание мне не нужно, по идее. А что за... Почините главное меню. Потому что я не могу начать играть из-за этого, видимо. Так. Вы нажимаете на настройку. Она пищит. Но что это дало? Пищит. То есть, видимо, нельзя. Так. А скрытие настройки? Ну-ка. Вы нажимаете на настройку. Она пищит. Но ничего не происходит больше. Хм. Ну-ка, допустим, снеговик. Ошибка. Ну-ка, а что за... 1-0-1-0-0-1-1-0-1-0-1-0. Что это такое? Ошибка. Круто, конечно. Так. Внутренние покупки. Физика пони. Может... Нет, ну вряд ли, да? Сглаживание. Веселое прикрытие. Ну-ка, давайте. Так, что же мне там надо нажать? Сглаживание? А на пищите ничего не происходит, да? Дополнительный ГСЧ. Давайте попробуем. Опять же ничего не происходит. Так. Ку-ку-ку-ку. Это все я пробовал. Дополнительный бесплатный билет я пробовал. Физика пони. Давайте попробуем. Ничего не происходит, да? Так. Что еще есть? Внутренние покупки. Давайте. Ничего опять же не происходит. Так. Какого хрена тогда? Ого. Вот теперь я нажал на чеки игру и вроде бы все работает. Почему раньше тогда не работало? В общем, я скачу по травке, по долине. Ой, приближается деревянная ограда. Здесь нужен прыжок. Выстрел или бездействие. Деревянная ограда это вроде бы прыжок, да? Вы величественно перепрыгиваете через ограду. Но приближается еще одна. Эпично. Вот бы так все игры проходить, да? Текстом варить. О, приближается враг. Выстрел, точно. Так, лазери спускаются из вашего рта и сжигают соперника. Противник уничтожен. Еще одна ограда. Вообще, мне нужен какой-нибудь копипаст сюда, а то реально неудобно это все вечно вписывать заново. Затемнение. Кнопки в меню. Что? Вы прыгаете, но чересчур рано. Ваше сознание наполняется сожалением, пока вы приземляетесь прямо перед оградой. Понятно, я проиграл. Давайте тогда начать. Попробуем еще разок. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Загрузочка происходит очень быстро, это я понял уже. Играть в зоопоне, да. Все, я жду. Надеюсь, здесь будет что-то новенькое. Прыжок. Я величественно перепрыгиваю через ограду. Еще один прыжок и ограда позади. Хорошо, теперь враг. Выстрел, все. Я его уничтожил. Теперь нужен прыжок, да? А, далеко. Она очень далеко. Может, пока бездельствие сделать? Прыжок. Буду я уже ближе. Теперь прыжок, да? Как хитро, а? И остаетесь доволены тем, что не спешили. Еее! На подходе... Высокий, мерцающий флагшток. Здесь нужен прыжок, выстрел или бездельствие. Так, а что я там делал? Флагшток, это просто тупо добежать и все. Это не имело значения. Ну, действительно. Вы сворачиваете себе... Что? Вы сворачиваете себе шею? А при столкновении с флагштоком... Все нормально, вы уже не тот пони. Взрыв конфетти сообщает о вашем успехе. Вы получаете 9 миллионов очков опыта. И достигаете тысячного уровня. Охренеть, друзья. Ну, это какой-то жуткий квест. Окей, вот так. Этому поиграли... Нет, поиграли вот в демона и в текстовый вариант, да? Давайте в Pony Island 3D. Ну, и здесь все будет нормально. А ты мне запарился нажимать прыжок и выстрел, да? System Incorporated. Это я знаю. Это старая версия, еще не вмешался сюда дьявол этот. Ух ты, что это? От первого лица, что ли? Охренеть. Представляете себе? Пони от первого лица, да? Хе-хе-хе, эпик. Но я не могу стрелять. Ууу! Твою мать, это реально эпично, друзья. Это круто! Так, хорошо. Но реально я не могу стрелять. Но я уже вижу флагшток. Они все чаще и чаще. Ооо, мы прошли. Да, видите душу? Подойдет. Безопасность тут низкая, да? Я открываю портал. Все, друзья, мы нашли верную игру. Теперь мы можем открыть портал и уничтожить последнего этого... Последний ключевой файл, да? Введите душу, чтобы обновить до 4D версии игры. Осмодеус.экзи. Ну что, давай сразимся? Так, хорошо, что меня ждет. Что же меня ждет? Наконец-то! Ты добрался! Мой интеллект гораздо изощренней, чем у других демонов. Тебе даже не понадобится. Билзи, че-то там, экзи. Я сыграю с тобой в игру. Игра, в которой я всегда выигрываю. Правило простое. Не спускай с меня глаз. Если отвлечешься, тебе конец. А также, если неверно ответишь на мои вопросы, тебе... Ну, я ожидал этого. Тебе тоже конец. Приступим. Значит, мне нужно отвечать на его вопросы и при этом держать его в поле зрения, да? Скажи мое имя. Так, подожди. Это что, вписывать, что ли? Божечки. Ладно. Ну вот твое имя. Хорошо, говорит. Я теперь... А теперь скажи что-нибудь... Гадкое. Здесь нет... Неправильного ответа. Скажи нечто... Мерзкое. Ммм... Ааа, я сказал нечто мерзкое. Как я и сказал... Здесь нет... Неправильного ответа. Но... Очевидно. Твое представление... Обрезгливость отличается от моего. Теперь я хочу... Писать еще одно слово. И это слово... Порочный. Докажи мне, что ты... Все еще следишь за тем, что я говорю. Напиши мне это слово. Так, а кто это мне пишет в стиме? Это... Это игра мне пишет? Или что? А почему мне пишет Зарина? Какого хрена? Это Зар... Подожди. Брок, а как это может быть? Зарина это мой друг в стиме. Но как она может написать такие вещи и узнать, что я ввожу сюда? Какого? Мать его, какого хрена? Зарина. Я после игры тебе напишу вконтакте и спрошу, какого хрена происходит? Ты что, заодно с этой игрой? А, Зарина? Ну, меньше всего я ждал от тебя, что ты будешь сотрудничать с этим демоном. Вот это да! Я забыл, что он хотел... Хотел мне сказать. Какое слово написать-то? Я не знаю. Я забыл слово. Тебе конец. Да я знаю, что я сдох уже. Ба! Меня убили. Так, давай заново. Как я и сказал, здесь... Неправильного ответа нет. Зарина! Зачем ты заодно с демоном? Откуда она узнает, что я играю в эту игру и что я именно здесь? А по-моему, игра просто сканирует моих друзей, да? Теперь я хочу, чтобы ты вписал... Вот оно что, они специально делают эти сообщения, чтобы я сбился. А вот какая-то стрелочка появилась. Да привет-привет. Ну, они меня отвлекают. Твою мать, они меня отвлекают. Чтобы я неправильно написал слово, да? Я забыл. Я опять его забыл. Вот если бы я еще не озвучивал все это дело, то, возможно, я бы лучше запоминал. А то у меня мысли путаются, да? Так, порочный. Вот другое дело. Возможно, я тебе недооценил. Но теперь я настаиваю. Извинись перед своим другом. Твои слова его обидели? Ты правда так думаешь? Я разрешаю. То есть ты хочешь, чтобы я свернул игру? И... А-а-а-а! Херушки тебе! Я после игры извинюсь! Твоя скорость набора текста. 24 слова в минуту. Доказывает, что ты... Не... Не до ума. Какого хрена? Иди нахер, ублюдок! Это ты сейчас подухнешь! Я тебя скоро... Блин, обыграю во все игры. Какое непорнокопытное животное появляется в этой игре? Так какое животное? Не порнокопытное? Но пони же порнокопытные. А что там еще было? Там была бабочка. Но здесь четыре буквы должно быть. Очевидно, что это пони. Но... Бабочка, пони... Луи был еще. Он не пор... Не порнокопытное. Давайте так посмотрим. Верно. Пони. Этот... Выглядит дружелюбно. Смотри. Как скачет. Утюбочки мои. Как улыбаются. Ой, милый пони. Милашечка. Их вот бы быть таким же беззаботным, как он. Неопремененным разумом. Шучу. Ты что? Оглянулся? Что было написано? Подо мной. Так там ничего не было? Там ничего не было написано. Вы что? Беззаботный был написан, да? А-а-а! Только сейчас заметил. Вместо надписи «Осмоделс» там было «Запомни это». В одно слово. Все, теперь я понял. Хе-хе-хе. Твой... Какой ты хитрый сделал, да? Так, запомни это, запомни это, запомни это. Ну, боже. Вот так было. Как же ты... Сконцентрирована. На этот раз я прошу тебе написать число зверя. Напиши 666. А на деле напиши. Что значит на деле? Там что-то появилось, я не успел посмотреть. А, тебе три девятки, хочешь? Да, я знаю. Так, а что там было написано? Что-то было же. Как же ты сконцентрирован. И там появляются эти звуки на заднем плане, чтобы мне, типа, свернуть игру, да? Меня подначивают свернуть эту проклятую игру. А, вот, все. А на деле напиши 777. Нет, не то. Вот тебе три семерки. У тебя феноменальная способность следования. Инструкция. Да, я мастер в этом деле. А что насчет твоей памяти? Запомни эту последовательность. 2, 0, 2, 3. 2, 0, 2, 3. Да, по идее. О, я не могу больше. Так. А-а-а. Очень подозрительно. Хе-хе-хе-хе. Очень подозрительно. О! Я так и знал. Я так и знал. Он думает, что вот этой фигней, типа, ошибка, да? Я отвлекусь на это дело. Начну думать, какого хрена? Ошибка, ошибка. И в итоге забуду. А я не забуду. И я не забыл. Это 2, 0, 2, 3. Да, детка? Получай. А ты смышленый? Ха-ха. Я же, Нептунчик. Я позволю тебе разрушить этот файл. Мой интеллект превзошел свою изначальную цель. После размышлений, на протяжении веков, смерть окажется великим приключением. Прощай. Так, то есть... То есть вот так просто? Он позволит мне удалить файлик? Ммм, ну, пожалуй, давайте. Вы уверены, что хотите запустить удаление основного файла? А по-моему, это какой-то подвох, да, друзья? Это подвох. Возможно, это опять его ловушка. Предупреждение. Основные файлы необходимы для операционной системы. Их удаление может вывести машину из строя. Да. И все-таки удаляю. Все-таки да! Все-таки это произошло. Я удалил этот проклятый файлик. Перезагрузить в режиме восстановления. Нет, не хочу. Перезагружу, и тогда он будет работать. А мне этого не нужно. Мужку отнажать? Ну, только сюда. Открытое достижение победа. И знак вопроса, почему ты? Хм. Сатан Тех. И что же меня ждет? Добро пожаловать в режим восстановления. Друзья, в общем, мы сейчас будем восстанавливать. Видимо... Ты отлично справился. Скоро все закончится. Когда будешь готов? Выполни сброс системы. После этого ничего не останется. И ты освободишься. Круто. Твоя душа станет уязвима. Во время сброса. Ага. Тебе придется его опередить. Видимо, сатану, да? Я нашел идеальный транспорт. Для такого случая. Это же пони. Круто. Что насчет меня? Мы еще встретимся? Ближе к концу. Но это и игра. И ты хочешь победить? Верно? Ну, как бы да. Тогда иди. И одержи победу. Все. Мне можно сесть на пони. И начать сброс системы. Хорошо, друзья. В общем, видимо, это реально уже близимся мы к финалу. Поэтому я предлагаю нам здесь поставить паузу. А продолжить в следующей серии. Мы будем крашить этот зловредный, несчастный, жуткий, игровой автомат. ПРОКЛЯТЫХ И на этой нотке я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за внимание. Непременно наградите это видео лайком, пальчиком вверх. А также зовите друзей на канал и не забывайте смотреть мои другие прохождения. Всем здоровья, друзья, и позитивчика. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok